Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. А также все-таки получить вот этот ваш фирменный секрет. Салата. Салата, да. Итак, мы делаем салат. 25 июня, день Петра Поворота, назван в честь преподобного отца Петра Афонского. Будучи в плену, он молился святому Николаю. А чтобы молитва была услышана, постился при этом. В сонном видении явился Николай и сказал, что надо еще попросить и святого Симеона Богоприимца, чтобы помог. И обязательно дать обет его исполнить. Петр поклялся и был чудесным образом освобожден и выведен из дальнего плена. Далее его крестили, и сама Богородица указала ему жить на Афоне. И так ночь начинает идти на прибыль, а день наоборот сокращается. Поэтому этот день называли Солнцеворотом. Начинался сенокоз, и крестьяне массово отправлялись на луга заготавливать сено. Разрешалось купаться в открытых водоемах, при этом не опасаться водяных и русалок. Приметы. Много росы к хорошему рожаю. Если этот день солнечный, то и покость сена будет зеленой. Если дождь, покость будет мокрой. Как мы знаем, капуста бывает разная, белокочанная, краснокочанная, цветная, бруссельская, бракколи, брокколи, кольраби. Вот далеко не полный перечень всех видов капусты. Вкус у капусты, как мы знаем, вяжущий. А свойства? Свойства такие. Она холодна в первой степени и суха во второй. Действия. Действия на жизненные принципы. Увеличивает ветер, подавляет желчь и слизь. Она обладает размягчающими свойствами и сваривающими. Препятствует опьянению, полезно хмельному человеку. Сок белокочанной капусты. Самым ценным свойством капусты является высокое содержание в ней серы, хлора и йода. Соединение серы и хлора очищают слизистую оболочку, желудка и кишечника. Сок белокочанной капусты повышает секретронную функцию желудка, улучшает деятельность кишечника при запорах, оказывает мочегонное действие. Широко используется при сердечно-сосудистых заболеваниях. Способствует выведению из организма холестерина. Препятствует развитию атеросклероза. Нормализует жировой обмен. Рекомендуется больным сахарным диабетом. Способствует удалению из организма лишней жидкости. Улучшает работу мышц. А самое важное сердце. Применяется при заболеваниях печени. Например, при гепатите. А также повышает аппетит. Благодаря наличию противоязвенного фактора, капустный сок специфически действует на язвенный процесс слизистой оболочки желудка. Повышает сопротивляемость слизистой к повреждающим факторам. И лечение в течение 3-4 недель соком капусты приводит нередко к полному выздоровлению больного. А надо пить по 5-6 стаканов в день в 3-4 приема за 40-50 минут до еды. Профилактически повторяет курс через 4-6 месяцев. 22 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника. Поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тонировках будьте умеренны. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok